Делай как я! Делай как они! Девочки-кадеты военно-спортивного отряда «Барс» школы номер 5. С виду нежные и хрупкие, но внутри у них сильный стержень, колоссальная сила воли и духа. Финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай как я», который прошел в городе Владимире, покорила саровчанка Ирина Борисова и стала победителем в номинации «Вперед к вершине». Программа конкурса была достаточно разнообразной. Это и тестирование по истории, и знание топографии, и физическая подготовка. Физическая подготовка у нас заключалась в выполнении нормативов, то есть это отжимания, подтягивания на низкой перекладине у девушек, челночный бег, сборка-разборка автомата калашникового снаряжения магазина. Ирина всегда привлекала военная служба. Уже с седьмого класса девушка хотела поступить в военный вуз, чтобы защищать свою родину. Конкурс «Делай как я» помог ей еще лучше подготовиться к армейским будням, и проверить себя на выносливость. А поступить Ирина мечтает в военно-космическую академию имени Можайского. Морально, физически, честно, было тяжело, было непросто. Это и вот это психологическое напряжение, все же это конкурс, это соревнования. Все твои вроде как друзья все же соперниками являются. Физически тоже всегда мышцы болели, уставали очень сильно, не высыпались даже. Сначала Анжелика Баканова училась в музыкальной школе, но однажды, попав на Зорницу, девушка поняла, что хочет заниматься именно военной подготовкой. В первый раз Анжелика не прошла отборочный тур на конкурс, но попробовала свои силы еще раз. Вышла в финал и вошла в топ-15 лучших воспитанников военно-спортивных отрядов страны. Самым сложным это был второй день, мы выезжали в воинскую часть и там уже сдавали физическую подготовку, стрельбу и типографию. Это был один из самых сложных дней. Помимо того, что были сложные конкурсы, интересные мероприятия, было очень много хороших людей, с которыми впоследствии мы сейчас продолжаем общаться. Теперь достигнутые результаты на всероссийском конкурсе «Делай, как я» дадут дополнительные баллы и помогут девочкам при поступлении в высшие военные вузы страны. Мечты сбываются. Председатель городской думы Антон Ульянов принял участие в акции «Елка желаний». Впервые на лед Иван встал около трех лет назад. Поначалу просто катался, затем начал играть в хоккей с ребятами. Вот только в этом сезоне старые коньки подвели, стали совсем малы и о любимом хобби пришлось на время забыть. Тогда мальчик решил написать дедушке Морозу и рассказать ему о своем самом заветном желании. Письмо отправила и его сестренка. Дарья попросила у доброго волшебника кукольный домик. У нас куклы – это наша любовь. А домики уже, да, становимся маленькими мамами, начинаем играть самостоятельно. Современные дети, к сожалению, плохо играют одни. Они хотят, чтобы их развлекали. Но пытаемся воспитываться. Поэтому домик нам очень пригодится. Добрым волшебником для ребят стал председатель Саровской городской думы Антон Ульянов. О мечтах ребят он узнал, сняв волшебный серебряный шар с елки желаний. В этой благотворительной акции исполняются мечты ребят от 3 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Вот вроде бы как подарки дарят детям и радоваться должны они, но почему-то радуются взрослые, которые дарят эти подарки. И это приятно, потому что мы можем это сделать, а для них это может быть какое-то желание, к которому они бы еще долго шли, а теперь они будут мечтать о чем-то другом. Поэтому невероятно интересный, важный проект, который помогает на самом деле и взрослым, и детям. К акции не остались равнодушными и предприниматели Сарова. Когда они узнали, для кого Антон Сергеевич покупает коньки, то в одном из спортивных магазинов города ему отдали их бесплатно. Традиционный конкурс снежных фигур в этом году пройдет в очном формате. 22 и 23 января на лыжной базе состоится День снега. В этом году зима щедра на легкий мороз и снегопады, которые практически не прекращались в новогодние праздники. Самая пора играть в снежки, строить крепости или лепить снежные фигуры. Классическая форма – снеговик с носом морковкой и ведром на голове. Но порой сыровчане проявляют фантазию и легко могут извоять из снега настоящее произведение искусства. Такая возможность им снова предоставится уже в следующие выходные. В прошлом году у нас тематика была «Космос», поэтому все фигуры были связаны с космосом, с галактикой, звезды, космонавты. А так как, я говорю, этот год у нас год олимпийский, поэтому все фигуры будут связаны с Олимпиадой. Это, возможно, и различные виды спорта, а также талисманы. Олимпиады – это панда и такой зайчик. Жемчужина празднования Дня снега на лыжной базе – конкурс снежных фигур. В этом году пандемии не удалось внести свои коррективы, и творческое соревнование пройдет на лыжной базе 22 января в 14 часов. На следующий день подведут итоги. Еще одним ярким событием воскресного праздника станут соревнования по брумболу. Это привычная всем игра в хоккей. Вот только вместо клюшек ребята возьмут в руки метелку. Эта необычная, почти шуточная снежная забава придется по душе как детям, так и взрослым. Также пройдут соревнования по лыжным гонкам, соревнования по футболу в валенках, хоккей с мячом и соревнования по брумболу. И кроме этого пройдут традиционные соревнования по санлистболу. Это на спуске с горки и на самый длинный спуск с горы. Праздничная программа мероприятий на лыжной базе начнется 23 января в 10 утра. Организаторы приглашают всех желающих провести снежные выходные. Игровые площадки, спортивные станции по силовому экстриму, танцевальному фитнесу и мини-футболу. В новогодние каникулы на лыжной базе прошел фестиваль зимних спортивных игр. Наряжать елку к праздникам целый ритуал, а сделать это на скорость и вовсе задача со звездочкой. Ребята должны были по очереди вешать на нее игрушки, а затем снимать. Попробовать себе участники могли и в хоккее, вот только вместо шайбы юным спортсменам предложили кубики. Было много различных станций и одна из них, которая понравилась мне больше всего, это сапоги-скороходы. Нужно с помощью этих сапогов преодолевать препятствия, ну и конечно же пинать мячик. Тем не менее были и другие интересные станции, например, это кидание большого мяча в кольцо, это перетягивание тяги и многое-многое другое. Начали праздник с веселого хоровода, в котором с ребятами кружились Дед Мороз, Снегурочка и Снеговички. А затем привели небольшую викторину. За каждый правильный ответ можно было получить сладкий приз. Для тех, кто замерз или просто захотел размяться, провели танцевальный фитнес на снегу. Не обошлось и без теловых упражнений. В армрестлинге решили себя попробовать и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Упорной борьбы за победу в таких состязаниях не было, все играли для души. После новогодних праздников мы снова просыпаемся, выходим во дворы, выходим на площадки для того, чтобы поиграть и зарядиться бодростью и хорошим настроением. Сегодня Центр внешкольной работы подготовил для горожан спортивный праздник в рамках декады спорта, который проходит в январе, с 1 по 10 января в Нижегородской области. И сегодня будет фестиваль спортивных зимних игр. Площадку отвели и для любителей футбола. Гости праздника, несмотря на мороз, получили заряд бодрости и хорошего настроения.